Рассказываю, как я, будучи православной христианкой, была радужно-розовой, то есть лесбиянкой. Дело было в магаданской общаге, там мужики регулярно и агрессивно приставали к девкам. Они были неадекватны и под препаратами. И уже одним своим присутствием нас раздражали. И это никакие не инопланетяне и даже не мигранты. Обычные русские мужики. Если вежливо объяснить, что я не хочу с тобой общаться и, пожалуйста, не толпись возле меня, не понимает. Матом посылаю, опять не понимает. Как же ему сказать, чтобы он отстал? Можно, конечно, возразить, что какая женщина, такие мужчины возле нее. Но если женщина некрасивая и несексуальная, это не значит, что она хочет сексуальных отношений с абсолютно конченным мужиком. А это всего лишь значит, она не хочет вообще сексуальных отношений, о чем открыто и говорит. Она хочет учиться, работать и просто побыть в одиночестве. Но мужики этого не понимают и не хотят понимать. При попытке на эту тему с ними поговорить, абсолютное непонимание и нежелание понять. И чтобы отвязаться от этих неприятных людей, я договорилась с одной подругой, чтобы всем говорить, что мы лесбиянки и нам мужики не интересны. При этом никаких сексуальных действий между нами не было. Просто вместе ходили куда нам интересно, в том числе в церковь. Но именно после этого неприятные нам мужчины оставили лично нас двоих в покое, что нам и требовалось. Вероятно, в их извращенном сознании сработал триггер. Если женщина отказывает, значит, надо к ней продолжать настойчивее и агрессивнее домогаться. А если женщина лесбиянка, значит, это фатально. Надо оставить ее в покое. Со стороны это выглядело, что из сей общаги только две лесбиянки ходят в православный храм. И это было очень хорошо видно, потому что город маленький, все всех знают и видят, кто куда идет. Ну, всем пофиг и нам пофиг. Ну, а когда я уехала из Магадана в город Михайлов, то там была другая общага и там не было таких неадекватных мужчин. И не было необходимости изображать из себя лесбия. Кринжатина там была, но уже другая. Поэтому у меня предложение к тем, кто запрещает пропаганду нетрадиционных отношений. Лучше запретите, наконец, мужчинам домогаться к женщинам после того, как женщина сказала при свидетелях, что не хочет с ним встречаться и общаться. И запретите, наконец, контент, в котором говорится, что если женщина в ответ на предложение заняться кексом на букву «С» сказала «нет», это значит, что она подразумевает «да». Потому что от этих заморочек регулярно случаются реальные драки и изнасилования, документально подтвержденные криминальной хроникой. Если это видео наберет много просмотров, то я запишу видео, как я была любовницей православного священника. И как к этому относилась его попадья и окружение, ну и прочую кринжатину из своей жизни. Мой муж и ревновать не будет, он же понимает, что среди кринжа жить, кринжовой быть. Мой муж и ревновать не будет.